Всем привет! Меня зовут Владимир Ситников. Я более 10 лет работаю в компании Netcracker и занимаюсь нагрузочным тестированием. Я довольно много аспектов нагрузочного тестирования повидал. Был как на стороне составителя скриптов, так и на стороне того, кто анализирует результаты, так и на стороне того, кто планирует, какие замеры нужно делать. Поэтому я все знаю о нагрузочном тестировании, я такой крутой, я G-метер-коммитер, и со мной можно связаться разными способами. Сегодня я, конечно же, расскажу о том, как идеально провести нагрузочное тестирование. Все согласны? Нет? Этого мы ждали. Конечно, так не бывает. Ладно, я буду рассказывать, что G-метер – это самый крутой инструмент. Кто ждал? Конечно, не так. Давайте с другой стороны вопрос. Кто имеет отношение к нагрузочному тестированию? Здорово. А кто не имеет отношения к тестированию вообще? Интересно. Значит, все тестировщики. Здорово. И давайте… Собственно, о чем же мы будем говорить? Я буду рассказывать про то, как правильно тестировать, и то, какие проблемы можно обойти хотя бы на первом этапе. Есть разные люди, говорят, мы сейчас возьмем обычные тесты автоматизированные, ручные, и будем их использовать, например, для нагрузочного тестирования. Или кто-то говорит, а мы сейчас наймем человека, и он нам все сделает. Вот я расскажу про то, каких проблем можно избежать с самого начала. Понятно, что всех проблем рассказать невозможно, и вы будете переделывать свои тесты до самого конца проекта. Сколько денег хватит, настолько и будем переделывать. И, значит, система, о которой мы будем говорить, выглядит вот так. Ну, у каждого свое. Я буду говорить около-энтерпрайзное что-то, то есть база, браузер, все такое. Но, в принципе, мы будем говорить про нагрузку, а не про саму систему. Поэтому так немножко думайте. Если это не совсем про вас, то вполне какие-то подходы будут применимы. И в первую очередь говорить будем про нагрузку. Значит, что там такое? Ну, возьмем пример какой-нибудь. Приходит клиент, говорит, нужен личный кабинет. Ну, личный кабинет, хорошо. Будет какая-то операция, там, тарифные планы меняем, меняем здорово. Будет 100 заказов в час. И будет 5 секунд. Работать должно за 5 секунд. Хорошие требования? Ну, хорошие, да. Значит, мы провели нагрузочное тестирование, собрали результаты и видим вот такую табличку. Работает? Ну, по-моему, меньше 5 секунд. То есть, типа, засыпать рано еще, да? Вот. Зоркий глаз, значит, заметил. Среднее время – это плохая штука. А почему она плохая штука? Есть показатели больше 5 секунд. Но, действительно, когда не все равны, то есть, когда одинаковые времена, их легко усреднять, они такие же получаются. Если есть какие-то выбросы, то уже никто не знает, что с этим делать. И большая беда в том, что статистика на этот вопрос не дает ответа. То есть, статистика не может вам сказать, вот вы эту формулу примените, и она вам скажет, а вот это выброс, а вот это нет. Или статистика скажет, что вам замер надо переделывать. Такого, к сожалению, не будет. То есть, всегда нужен ручной анализ результатов. И когда у вас есть вот эти самые различные времена, то это беда. Поэтому, что? Можно много разных примеров говорить, но на самом деле измерить среднее время отклика невозможно. Вот если мы секундомер возьмем, он нам будет мерить единичное время, но не среднее. И вот это самое время, которое мы говорим на среднее, оно плохо коррелирует с тем, что на самом деле пользователь видит. Вот он нажал, и у него конкретно выброс там большой. Ты, товарищ, ждал час, зато сотня других за счет тебя, значит, среднее время хорошо подтянули. Да, так не работает. И любой выброс, он может этот средний кардинально изменить. Что мы в итоге делаем? Ну, мы читаем всякие научные статьи и прочее, и там вообще написано, что среднее время работы – это случайная величина, которая используется для того, чтобы что-то написать. Прямо действительно случайная величина, которая там меньше максимума, больше нуля. Вот, и все. Значит, что правильно мерить? Разумеется, меряем персентили, квантиль и все такое. Ну, кто там знает? Кто знает, что такое квантиль? Интересно. А кто вот 90% оффлайн видел? Слышал? Интересно. Ну ладно, посмотрим сейчас. Значит, у нас есть какой-то разброс. Вот времена отклика, они как-то разбрасываются. Например, так. Мы такие нарисовали эту кривую, плотность распределения. Ну, не суть важно. Все такую кривую видели. Вот. И теперь, внимание, вопрос. Как посчитать 90% оффлайн по этой кривой? Ну, есть простой ответ. Значит, убираем 5% худших, убираем 5% лучших. Да? Ну, как бы хвосты, они какие-то непонятные. Мы их, короче, раз, отрезаем. Получилось вот так. И вот, пожалуйста. Да? Нет? Кто за то, что нет? Так. Кто не понимает, что происходит? Вот, смотрите, на самом деле, то есть, это хорошо, да, но одна из типичных ошибок. Народу, блин, как там? Туда-сюда. Вот. Как правильно? Правильно очень просто. Надо убрать худшие. Неудачников выкидываем и все. А дальше что берем? Берем средние, да, оставшиеся. Ну, берем худшие из оставшихся. Вот. То есть, мы выкидываем совсем плохие результаты, потому что, ну, с ними вообще ничего не можем сделать. И самое худшее берем – это наша метрика. Она гораздо лучше показывает то, что пользователи едят по секундомеру и так далее. Вот сейчас на картинке реально нарисованы 90%. То есть, откинуто 10%. Может казаться много, может мало, но, короче, вот по этой картинке так, ну, сами смотрите, да. И тут, собственно, вопрос. Что мерить? Кто-то говорил максимум, да? 90, 95, 99, максимум. Так. Компьютер просит отбросить два неправильных. Давайте. Что мерить? Отбрасываем 190. Отбрасываем 190. Ну, смотрите, здесь вопрос, ради чего все мы это делаем. Мы это делаем не ради замеров, а мы это делаем ради того, чтобы получить какой-то результат. Да. И вот от того, что мы просто написали у нас требование 99% они не выполняют сами собой эти требования. Да. Код сам собой не ускоряется. Более того, нагрузочный счет, нагрузочный замер, он не чинит баги. Вот. Обычный Quality Shorts Engineer, он обычно баги не чинит. Он их находит. Соответственно, нагрузочное тестирование – это инструмент поиска багов. Вот. Мы эти баги нашли. И, собственно, вопрос. За чей счет будем достигать 99%? Кто будет время тратить, там, код ускорять, все такое? Непонятно. Если перевести в попугай, то можно так сказать. Если у вас требование на 90%, то вы потратите плюс человекомесяц мифический на то, чтобы у вас система удовлетворяла этому требованию. Если 95 – 5 человекомесяцев. Ну и, короче, дальше тенденция. Зависит, конечно, от вашего сценария и так далее. У нас, например, забавная ситуация. Мы взяли среднее по больнице. Много проектов идет в компании. Есть много нефункциональных требований. Усреднили и получили, что вот средние затраты по выполнению одного нефункционального требования, они примерно одинаковые. То есть, приходит проект, говорит, у меня 10 нефункциональных требований. И мы говорим, вам надо будет плюс столько-то времени на их удовлетворение. Плюс-минус работает, да? То есть, можно до такого. Ну, конечно, зависит от. И что с этим делать? Вот если вы вообще начинаете только, можно брать 90. Вполне нормально. Дальше 95, 99. Ну и там, если вы понимаете, зачем вам это нужно, можете пытаться тюнить максимум. Ну, хорошо. Выбрали метрику, все, результаты, короче, попали. Вот у нас 90 персентиль, результаты попали. Хорошо? Сворачиваем, больше тесты не нужны, как бы ничего больше не надо, да? Чего не хватает? Нет, ну, был такой, то есть, надо там 100 в час, в 5 секунд должно ложиться 90 персентиль. Вот, все попало. Что будет, если 200? Ну, это уже какое-то другое требование, да, там, и так далее. И вот здесь вопрос, а хватит или нет вот этой одной цифры? И какие цифры вообще нужны? Можно привести такой пример. Вот мы сделали замер, и у нас выдал какие-то цифры. Ну, там, цифры, цифры, можно посмотреть, да? Ну, их много, давайте как-то усредним, посчитаем. Вот получили, что среднее значение по х такое, по у такое, дисперсия такая, коэффициент наклона такой. Ну, какой-то результат теста. Проверили тест еще раз, много раз, и вот у нас 4 замера этого теста, получились одинаковые результаты. Тест хороший? Давайте, подозрительно, что-то подозрительно. Вот, смотрите, а как исследовать? Что там может быть подозрительно? Вот, есть такая техника, я ее много раз применяю, наверное, сейчас первый раз скажу, собственно, на что смотреть дальше. Дальше надо смотреть на графики. Я немножко показывал график разброса, да, вот 4 теста, у которых одинаковые средние по х, средние по у, одинаковый наклон прямой, одинаковая дисперсия, одинаковая корреляция. Короче, все одинаковое в первых трех знаках. Но, к сожалению, точки совсем по-разному выглядят. Понятно, что это специально обученный набор точек, который специально для такого и сделан был. Но надо смотреть, были ли у вас выбросы, не было ли, и была ли вообще равномерна нагрузка на сервере. Поэтому, в двух словах, когда вы видите нагрузочное тестирование, построили график и видите, это результат курильщика. Вот так выглядит график здорового человека. Вот, построили такой график и все хорошо. Да, то есть он может строиться для времен отклика, он может строиться для, например, нагрузки на CPU. Вы, конечно, должны понимать, как у вас должна вести себя система. То есть должна ли там быть ровная нагрузка. Или вы, наоборот, моделируете какой-нибудь утренний пик, или когда там все ушли на кофе. Но обычно, в большинстве случаев, меряют вот такую среднюю нагрузку. Да, и это идеальный случай. Разброс будет. Надо ли с ним бороться? Идеального не будет у нас случая. Надо ли бороться с разбросом результатов? На самом деле не зависит. Бороться с результатом всегда надо. То есть вот прям реально надо брать и бороться. Поэтому хороший тест. Это такой тест, у которого высокая точность. То есть если тест сегодня выдал 2 секунды, завтра 5, послезавтра 10, сегодня опять 2, непонятно что, если он скачет. И один из интересных случаев – это сделать тест два раза подряд. Ничего не менять, просто два раза подряд сделать один и тот же тест. И посмотреть, а выдаст ли он у вас одинаковый результат. Как правило, в нагрузочном тестировании пытаются что-то потюнить, ускорить, поменять конфигурацию, обновить сборку. И не получается двух замеров на одном и том же окружении. У нас что-то поменялось, и сборка лучше стала, замеров лучше, хуже. Иногда делаешь два раза один замер подряд, и получаешь, что у нас еще какой-то есть фактор. Как измерить вот этот разброс научным словом? Есть дисперсия и есть, соответственно, колоночка специальная. Если говорить про джипметр, то там есть колоночка, но в вашем инструменте наверняка тоже это будет. Поэтому смотрим на дисперсию, чем она меньше, тем лучше. Например, вот результат нагруженного теста. Последняя колоночка, видно, что где-то там по нулям все хорошо, а где-то она раз и зашкалила. Это значит какой-то паленый тест. Вот на него надо обратить внимание, посмотреть, почему он такой и так далее. Почему он как-то неравномерно себя ведет. Вопрос, а почему не вообще такое может быть? Откуда дисперсия может браться? Условия разные на стенде. Может быть. Случайно погрешность инопланетян не прилетели, и у нас тест выдает то 9 миллисекунд, то 150 миллисекунд. Особенность системы. Знаете, вот это, конечно, все такое высокое, надо проще быть. Есть самый простой случай, и он всегда воспроизводится, особенно в начале проекта. Он звучит так, что у нас вот этот самый разброс берется из ошибок. То есть какие-то сценарии тупо падают. И падать они могут по разным причинам. Например, система не поддержала нагрузку, или у нас ошибочные данные на вход, или еще что-нибудь такое. В результате ошибочные сценарии работают за одно время, нормальные за другое. Разумеется, от качества инструмента зависит. G-метр все под одну гребенку, 90% оффлайн под одну гребенку, и вот у вас так получается. Что может быть ошибками? Ну, простой случай, типа, там, HTTP, 44, все дела, да, ну, понятно. И еще что может быть ошибкой? Вот, не то что-то вернулось. Вернулось что-то не то, да. Это вот точно, именно тот случай. Значит, случай жизни был такой. Значит, провели замер, уже все составили отчет, все как бы хорошо. Результат замера 50 плюс-минус 5, там, 2 миллисекунды. Ошибок 0%, и что-то не то. Тест обычно 2 секунды работал. А тут за 50 миллисекунд все выполнилось. Вот, и оказалось, что у нас ответом был 302 редирект на логин. Вот. То есть, у нас нагрузочный инструмент не проверял, что там, как бы, вернулось что-то разумное. Обычно нагрузочный инструмент не проверяет функционал, не проверяет, что там нужное количество полей вернулось и так далее. Но вот какие-то базовые проверки, что у нас не вернулся редирект на логин, их надо добавлять. И их надо добавлять за слово «обязательно». Мы их добавляем, и у нас все будет хорошо тогда. То есть, вот эти ситуации, когда вернулся редирект на логин, они будут отображены как ошибки, и, соответственно, мы будем знать об этом. Что мы должны обязательно видеть в таблице с результатами? Это, собственно, время отклика. Что еще? Количество запусков. Количество запусков, которые мы сделали, их тоже надо видеть. То, что мы отработали в среднем 90% line за 5 секунд и без ошибок, мало о чем говорит, пока мы не знаем, сколько раз мы это сделали. И, соответственно, процент ошибок. Эти три метрики прямо обязательно от слова «совсем» должны быть в любом тесте. Мы их сделали, и будет все хорошо. Но заодно и помарка. Опять же, я вернусь. G-метр под 90% агрегирует вообще все. И успешные, и не успешные. Есть какой-то тикет на это дело связанный, но что остается делать? Рекомендуется делать систему так, чтобы она ошибок не возвращала. Либо делить эти сценарии отдельно. То есть агрегировать ошибочные сценарии отдельно, рабочие отдельно. Когда мы делаем поиск ошибочных ответов, у нас есть проблема, мы используем регулярные выражения для того, чтобы ее решить. У нас теперь две проблемы. Надо найти ошибки, надо еще регекс написать. Вот так, еще как-нибудь. Кто-нибудь видит проблему здесь? Слишком простой регекс. Это настораживает или нет? Слишком жадный. Надо знаков вопроса добавить. Смотрите, у нас доклад не про регулярные выражения. Тем не менее, во многих нагруженных тулах используются регулярные выражения для того, чтобы найти ошибки, взять значения с прошлой страницы, еще откуда-то. И даже, может быть, не написано, что это регекс, а поле работает как регекс. Например, в G-метре поле contains работает как регекс. В справке это написано, кто справку читает. Поэтому что делаем? Либо не пишем точку-звездочку, потому что она тормозит. Либо учим матчасть. Есть доклад на тему, как писать регулярные выражения, где там проблемы. И знак вопроса не спасает. Спасает плюсик. А вот звездочка-плюсик, это наше все. Поэтому идем дальше. Как отлаживать? Как увидеть, что вернулось? Вернулся, например, у нас редирект на логин GSP или еще на что-то. Как увидеть, что там вернулось? Легко. Мы добавили, посмотрели. Вот, пожалуйста. Зашли на сайт GizenBug, он нам вернул что-то. Все используют. Нет другого инструмента в G-метре, как отлаживать. Поэтому все хорошо. Запустили тест. И что получили? Получили Out of Memory Error. Почему? Потому что вот этот хваленый UI все сохраняет в памяти. Соответственно, сколько у вас страничек открылось, все они будут ваши. Прямо на грудочном инструменте будет этот самый Out of Memory Error. Поэтому нужно снимать метрики не только с вашей системы, но и с нагрузочного инструмента. То есть, сколько СП он потребляет и какие у него метрики состояния здоровья. Ну, если говорить про Java, то у нас там есть garbage collector log. Мы его пишем и смотрим. Например, открываем GC Viewer. Видим вот такое. Такие графики кто-нибудь видел? Интересно. А кто на Java? Вот с Java имеет отношение. G-метр, еще что-то. А, ну те же самые люди. Здорово. Значит, специфика может быть нет, но тем не менее. Подобные логи берем, пишем, смотрим. Собственно, где проблема? Кто проблему видит? Нету проблем. А, Java тормозит. Да, вот это проблема. Ну, значит, смотрите. Тут ничего не тормозило в начале, но если посмотреть, есть некая тенденция такая на увеличение. Надо смотреть по нижней границе, она идет вверх-вверх-вверх, а вполне в конце концов какой-то вообще непонятный черный эпизод. То есть, в конце там все сломалось. Поэтому, если нагрученный инструмент уходит в непонятки, то это уже не нагрученный инструмент, непонятно что. Надо как-то правильно замерять. Ну, давайте все-таки к замерам перейдем. Значит, возьмем и замерим. Вот так вот. Раз. Но не все так просто. Значит, почему не получится? Вот мы подали нагрузку и видим такое. Что случилось? Вот. Но, смотрите, нельзя просто взять. То есть, у нас что-то там прогревается. Что-то прогревается. 90% оффлайн будет где-то здесь. То есть, если не посмотреть на точки, то результат понятно, что будет показывать. То есть, мы погоду увидим. Надо смотреть обязательно, где точки были. И если просто так, то у нас будет реально гидроудар. Вот так вот как-то. То есть, без тепла останемся. Поэтому, так делать не надо, а надо плавно прогревать сервер. Значит, иногда гидроудар нужен. Например. Когда? Когда нужен гидроудар. Хоть один пример. Так, по одному, по одному. Чтобы проверить максимум, который держит система. Нет, это не случай гидроудара. Момент деплоя. Вот. Это прекрасный случай. То есть, мы выкатываем новую версию на сервер. И у нас чистый сервер получает нагрузку внезапно. Вот. Ну, дальше уже там, у кого какие процессы выкатки. Есть ли там предварительный нагрузка. Это прогрев и так далее. Да. Но вот, есть вот этот момент, когда у нас сервер, например, выкатывается. Или он перезагружается. Или питание моргнуло. Соответственно, что в этом случае будет. Иногда нужно тестировать такое. Но, по моей практике, к такому редко приходят. Обычно тестируют простые вещи. То есть, обычно тестируют ровно-ровно такую обычную нагрузку. И гидроудары там не нужны. Поэтому перезапускаем систему. Делаем некий прогрев. Демо-версию замеров. Потом делаем реальный замер. Вот именно с реального замера снимаем результаты. Чтобы не было всяких там прогревов, еще чего-то. Кстати, вопрос. Нас это поможет или нет? И как это вообще делать? Вот есть G-метр инструмента. Нагрузку правильно подавать. Значит, мы сделали и видим вот такое. Прогрев был. Прогрев был. Все равно такое. Не то грели. На самом деле... Кого еще как погреть? Есть другой нюанс. Зависит от того, сколько у нас на самом деле тестов. Если тестов у нас несколько. Ну, как правило, больше одного сценария тестируем. То давайте посмотрим, как у них расписание выглядит. Внезапно оказывается, что все тесты стартуют в 0000. Круто? То есть, они потом как-то расходятся, распределяются. Но в 0000 все стартанули. И вот, пожалуйста. Вот он наш пик. Час пика. Все пришли. Это тоже не здорово. Беда. То есть, как-то это надо чинить. Можно пытаться добавлять... Ну, вручную как-то это ставить. У каждого сценария там свой разбег ставить. Работает? Знаете, кто с такой проблемой боролся? Кто-то боролся? Как боролись? Правномерно заходили. К сожалению, не работает. Можно было сказать. У нас есть вот в этом самом G-метре или еще где-то такой таймер, который ставит нагрузку, какую надо, и он все хорошо делает. К сожалению, вот эти все проблемы не решаются. То есть, сами собой не решаются. Давайте попробуем, значит, поставим такую задержку, которая будет генерить нам по... Каждый год конференцию будет нам повторять. Здорово? Да, здорово. То есть, у нас каждый год должна быть такая конференция, другая, третья, четвертая, пятая. Хорошо? Раз в год. Нет, они не все сразу. Это последовательная операция. То есть, это один поток выполняет последовательно. Кто-то видит проблему? Не видит. Кто-то с G-метром имел отношение? В общем, смотрите, здесь засада какая? Здесь засада такая, что, к сожалению, иногда надо help читать. Но я здесь для чего? Для того, чтобы вы не читали help там по... Да, я расскажу сейчас, наверное, правильный ответ там. Значит, весь мой смысл здесь такой, чтобы не читать help, да, вот конкретно подсветить, куда, вот где там косяки зарыто. Естественно, вот это классический косяк G-метра. Смысл в том, что вот этот таймер, который мы поставили, который генерирует раз в год, он наследуется вниз по иерархии на все элементы. И в итоге он после каждой конференции делает задержку на один год. И у нас будет, на самом деле, не четыре конференции в год, а будет по одной в год. Сначала там одна, через год вторая, через год третья. Это не хорошо, да, так не хорошо делать. Мы хотим побольше, почаще. Поэтому правильно делать вот так. Понятно, что любую проблему можно решить еще одним уровнем иерархии. Мы добавляем вспомогательный элемент, под которым ничего нет. Этот таймер не наследуется на нашей конференции. И он проходится один раз в итерацию. Вот, пожалуйста, вот так работает. Вот так работают все таймеры в G-метре. Это, наверное, все, кто такое видит, они, значит, на это назалкиваются. Тем не менее, мы настроили раз в год, зашли в результаты теста и видим, что нагрузка на CPU выглядит как синус x. Почему? Нет, вот мы тест настроили. Он у нас выдает 100 ордеров в час или 100 заявок в час. Мы смотрим за этот час и у нас синус идет. Синус, синус такой. Смысл в том, что когда мы генерим вот эти самые 100 в час, нельзя просто взять и сгенерить 100 в час. Как мы это будем делать? Каждую минуту в 0000 задавать эту самую заявку. Да? Ну, вот так, к сожалению, работает по умолчанию. То есть, я не знаю, где там еще смотреть, да? Но по умолчанию вы получите именно так, что если вы сказали раз в минуту, то будет каждую минуту 0000. Ничего хорошего, к сожалению, нет. И если у вас несколько сценариев, они между собой могут синхронизироваться и тоже начать шпарить вот ровно прям, да? Это тоже беда. Что с этим делать? Клиент хотел 100. Да. Ой, случайно, да. Сейчас к этому перейдем. Значит, у нас есть еще вторая проблема. То есть, первая проблема – это сделать так, чтобы оно как-то размазывалось. Да? Но есть еще вторая проблема. Ну, мы такие. Вот не раз в минуту, а сделаем задержку плюс-минус 10 секунд. Да? Ну, все сделали, работает хорошо. А потом клиент говорит, а я хочу ровно 100 в час. Какую задержку ставить? Или подбирать начинаем 5 секунд, 2 секунды. Вот. Ну, ладно, без задержек запустили, посмотрели, результат вот такой. Надо было 100, а получилось 98. Блин, короче. Перезамерим. Давайте перезамерим. Ну, блин, все, чуть-чуть. 102. Вот. Это вот так вот. Вот так вот. Или вот так вот. То есть, вот все чуть-чуть не хватило. Вот. Как с этим бороться? Как сделать так, чтобы было ровно 100? Вот это, значит, замер здорового человека. Как такое достичь? Вот. Вот эти самые задержки, которые мы будем добавлять, они, к сожалению, нам будут все это портить. Да. То есть, любую вот случайную задержку мы добавляем, она нам все портит. И подбирать их тоже непонятно как. Поэтому я крайне противник того, чтобы добавлять случайные задержки. Задержки, которые мы добавляем в тест, они должны отражать реальность. Например, человек зашел на страницу и думает минуту, прежде чем заполнить форму. Вот там задержку можно добавить. А добавлять задержку просто так, потому что, чтобы размазать нагрузку, это неправильно. То есть, задержка должна отражать реальность. И подбирать ее не надо. Поэтому правильный подход такой. Мы, значит, берем и велосипедем. То есть, раз в метре ничего нет, мы, значит, берем и сами все пишем. Называем наукообразно. И что в реальности нужно? В реальности известно, что заявки, приходящие в какие-нибудь системы, выполнены по Плассоновскому закону. Есть вот такое Плассоновское распределение, Плассоновский поток. И вот Плассоновский поток – это тот поток, который генерирует нужный процесс заявок. И наш таймер должен так и работать. Вот если мы хотим 146, то должно возникнуть 146. И в таймере должна быть конфигурация, за какой интервал времени должно получиться. Потому что поток случайный, за первые полчаса может оказаться много, за последние полчаса оказаться побольше. Соответственно, таймер должен знать, что он именно за час должен сгенерить нужное количество. И вот это должно произойти вне зависимости от того, какая у нас нагрузка, какие там еще задержки мы поставили и так далее. Понятно, что велосипедить по два раза не надо. Идем, значит, куда-нибудь на GitHub или еще и, собственно, берем этот таймер. Если у вас не G-метер, ну, как бы, что поделать, пишите сами. К чему стремиться? Да, то есть чем полосоновский поток отличается от среднего раз в минуту? Например, вот этим. Мы задаем раз в минуту или сколько там, неважно, тут единица. И вот они идут заявки так. Видите, вначале парочка, потом еще парочка, потом пауза какая-то. Это вот случайное такое расписание получается. А потом в конце даже две-три заявки склеились. Большой плюс в этом расписании то, что мы тестируем в том числе склеенные запуски. Если мы на большом интервале возьмем час, они вот так все склеятся. Сильно будет отличаться от простого раз в секунду? Как вы думаете? Как-то непонятно. Где-то там побольше, поменьше. Можно плотность точек построить. Если математически посчитать плотность точек, она будет как-то вот так. Реально будет плавать. То есть даже при большом количестве точек все равно эффект будет. И, собственно, в чем плюс? Плюс в том, что при низкой нагрузке мы тестируем совместные запуски и не нужно вообще подбирать ничего. То есть вот это правильный подход. Когда мы ставим, ничего не подбираем. Внимание, вопрос. Мы там запустили, получили такое расписание. Должно ли при следующем запуске это же расписание остаться? Да, нет. Да, нет. Должен ли тест быть повторимым? Конечно, да. Тест должен быть повторимым. И расписание должно быть повторимо. А как мы это сделаем? У нас же рандом, рандом собака. Как? Вот. Поэтому в рандомных этих самых штуках должны быть сиды. То есть должно быть число, которое один раз выкинули кубик и вот оно записано. То есть должно быть поле, куда вы указываете, насколько рандомный сейчас будет тест. Тогда вы его запустите, он вам выдаст какую-то картину. Вы запустите еще раз, он выдаст такую же картину. И вы не будете думать, блин, у меня горб CPU переполз в другое место. То ли тест другой, то ли фикс другой. Короче, будет понятнее, что происходит с системой, когда повторимость выше. Поэтому, значит, повторимость наше все. И, собственно, задержки будут одинаковые, все будет хорошо. Также имеет смысл подумать заранее о автобусах. То есть, если у вас заявки приходят пачками, например, вернулся с обеда или народ вернулся там еще откуда-то, то они имеют тенденцию пачками заводить эти самые заявки и нужно тоже так делать. То есть, учитывать, что в один момент может произойти по пять, по десять, еще что-то такое. Соответственно, такие моменты нужно выявлять на уровне требований. То есть, есть ли у вас такое. И, собственно, тестировать. Мы, значит, такое делаем. Так, почему все время-то? Нормально, сюда. Вот мы такое делаем, замерили результат. Должно было сто замеров в час быть. Получилось двадцать. Проблема? Ну, проблема, да. То есть, мы не догрузили. Почему не догрузили? Нет, нет. Таймер хороший, качественный, все проверенный. То есть, как бы все было хорошо. Там десять тянет. Десять системы тянет. То есть, десять работает. Вот сто в час уже не получается. Ошибок нет. Вот. И, смотрите, вот эта проблема, что у нас там, типа, не догрузили, она, как правило, возникает из-за следующей картины. У нас сервер хорошо, когда работает быстро. Это идеальный случай. Вот, допустим, он работает одну секунду, одну секунду, хоп, две минуты. Внимание, вопрос. Что происходит за вот эти две минуты? Нагрузочный инструмент, он что делает? Он ждет. А следующий замер он может подать? Вот. Зависит от. Да, то есть, если это прокачанный нагрузочный инструмент, он может подать следующий, собственно, замер, пока не дождется предыдущего. Но на больших временах отклика, да, то есть, если у вас это не единичный случай, а вот много запросов затупило, то у вас будет, собственно, проблема, что нагрузочный инструмент перестанет подавать нагрузку. Это встречается сплошь и рядом. И график будет выглядеть вот так. То есть, у вас была нагрузка, потом раз, и выпало все. Куда? Непонятно куда, да? Ну, то есть, куда исследовать, это уже вопрос исследования, да, но это вопрос, что вот мы там посмотрели и увидели, что беда, или мы посмотрели и увидели, что это недогруз какой-то, да. И вот такая ситуация, когда нагрузочный инструмент недоподает нагрузку, называется Coordinated Omission. Почему Coordinated? Потому что сервер затормозил, и мы не перестали подавать нагрузку. То есть, сервер тормозит, нагрузочный инструмент тоже перестает, нагрузка уменьшается, все приходит в себя, и, короче, вот такая вот беда. Соответственно, это нужно уметь, во-первых, определять, а во-вторых, что-то с этим делать. Пример. Вот пример из жизни, да, то есть это, конечно, хорошо, все на графиках. Пример жизни. У нас работа колл-центра. То есть там операторы отвечают на телефонные звонки. И вот эти телефонные звонки просто поступают. Поступает 100 звонков в час, и мы на каждый звонок тратим 6 минут. Внимание, вопрос. Сколько потоков нужно ставить в нагрузочном инструменте? Всегда, ровно 6 минут. Ну, смотрите, то есть за 1 час 1 поток успеет обработать 10 заявок. А нам надо 100. То есть как минимум 10. Да? Ну, это как минимум 10. Вот вопрос. Сколько нам ставить потоков в нагрузочном инструменте? 10. Ну, нет таких самоубийств, да? 20. 20 или более? 50 или более? Хотя 100. Не, ну, тысячи хватит, да? Значит, ну, больше 100 уже там бесполезно ставить, потому что там всего час продержаться надо, да? Всего час 100 заявок. Ну, уж точно хватит на каждую заявку по потоку. Вот. Допустим, 100. Кто ставит 100? Кто еще сомневается? Не может так все просто быть, да? Значит, правильный ответ звучит так. Значит, количество потоков должно быть равно количеству операторов. Понимаете, в чем дело? То есть, если у вас людей, допустим, всего 15, то ставить больше 15 потоков неправильно, потому что тогда вы исказите результат. То есть, если у вас исходная система может обрабатывать заявки в 15 потоков, да, вот там 15 человек сидит, вы поставили 100 в нагрузочном инструменте, у вас результаты хорошие, а на практике нет. Почему? Потому что не хватило операторов. Поэтому, если у вас, как бы, хватает операторов, да, то есть, если вы находитесь в безопасной зоне, типа, можно растить потоки, то можно увеличивать. Либо нужно говорить бизнесу, что надо, короче, нанимать новых людей и увеличить количество операторов. То есть, результат, мы не догрузили систему, он может означать, что, по факту, у нас не хватило какого-то физического ресурса. Это тоже результат нагрузочного тестирования. То есть, не стоит прямо идти, чтобы мы всегда, там, вот именно 100 подали, там, хоть ты тресни. Вот. Но, тем не менее. Значит, кто-то говорит, мы там, типа, 1000 потоков поставим, и все, хватит. Координаты там Мишина не будет. Знаете? Закинем потоков, и проблема уйдет. Нет, нет таких желающих, да? А в чем, что останется? Проблема в том, что одни потоки, они, на самом деле, не дают гарантии, что данные будут передаваться. Потоки не дают гарантии, что процесс будет идти, выполняться и бежать. То есть, операционная система, TCP стек, шедулер процессы, короче, все, что есть, оно фонит, оно дает внезапные паузы. В результате, вы, когда видите вот эту паузу, например, у вас сетевая карта перестала посылать запросы. Вы думаете, блин, ну одна пауза, а потом все нормально пошло, да? И то же самое, короче, все то же самое, да? То есть, не стоит думать, что это только на каких-то таких, на крупных величинах, на мелких это тоже прекрасно воспроизводится. И координаты томишн встречаются очень сильно, в том числе и на высоких персентилях. То есть, нельзя просто взять и посчитать 99 персентиль, 100. Вы не сможете посчитать, потому что вам надо гарантировать, что вы заявку подали, и вам надо запоминать момент, в который вы начали подавать эту заявку, чтобы правильно измерить. Но, тем не менее, есть средства для того, чтобы как-то себе сгладить жизнь. Например, это HDR гистограмм, библиотека, которая позволяет быстро и эффективно записывать задержки. под большой нагрузкой, значит, туда пишем данные, получаем результат. Но, надо знать, какие данные туда подавать. Значит, все это мы сделали, а разброс все равно остался. Что делать? Ну, когда у нас есть какой-то разброс, то надо уже анализировать. Да, я вот не буду учить, как анализировать, но я расскажу, что нужно собирать, чтобы анализ удался. И, с моей точки зрения, нужно собирать те данные, на которых выполнялся запрос. То есть, если вы посылаете какой-то запрос на сервер, то вы вместе с этим должны отправить человеку понятное описание. Мы делали заказ для такого-то заказчика, там трали-вали. Customer ID, order type, ну, в зависимости от того, что у вас за сценарий. То есть, в нашем случае, это, не знаю, номер личного аккаунта, может быть, человека. Может быть, какая-то вспомогательная информация. Как отправлять? Как отправлять? Это вопрос такой, десятый уже. И, собственно, HTTP-заголовок. Хороший вариант. Берем, пишем G-метр, добавить HTTP-заголовок, все хорошо. Вот ключевые данные надо добавлять. Берете, добавляете. Конечно, туда еще надо добавить название теста. Типа, что мы за шаг делали? Потому что, без этого, человек, который анализирует, тоже ничего не поймет. Ну, как, берем и пишем. К сожалению, так просто не работает. В случае G-метра надо вот так написать. То есть, мы тогда пишем, ну, конечно, это самое. Любители, не любители, но надо добавлять название теста. Потом на сервере как-нибудь его логируем. И логируем обязательно клиенте. То есть, когда мы на G-метре пишем, например, CSV, XML, еще что-то, мы должны сказать, выполнился за 2 секунды на таких-то данных. Как данные указать? Непонятно как. Есть либо плагины, либо там properties. Тоже настраиваем, чтобы в CSV файле с результатами каждого запуска было видно, на чем это выполнилось. Что оно позволяет понять? Например, вот мы видим вот такую картину. Ну, надо идти данные смотреть. То есть, почему-то пики. Почему могут быть пики? Много почему? Ну, конечно, да. Значит, мы берем данные. Есть две частые. У меня на многих проектах возникало. И, естественно, первый случай – это когда данные плохо перемешаны. То есть, вот эти пики возникают, когда у нас микропрогревы в середине. То есть, если откинуть всякие, что там кто-то запустил греб, вот эти случаи мы не будем смотреть. То есть, у нас система хорошая, чистая, ничего нет. И оказывается, что в исходных данных… Какие данные подавать на вход? Давайте сначала данные с заказчиком этой стороны, потом этой стороны, потом этой стороны. И вот у нас страна меняется. И вот такой микропрогрев случается. Отсюда вывод, что надо исходные данные перемешивать, чтобы у нас нагрузка была более-менее размазанная. Ну, или адекватно отражающая реальность. Второй плохой случай – это когда у нас нагрузка ровно, вернее, времена отклика ровно легли, но расслоились. Ну, почему тут-то хоть? Да, ну конечно, два разных сценария. То есть, мы… Опять же, если мы не построим такой график, мы не узнаем, что там два разных сценария. Но на практике такое сплошь и рядом возникает. Например, мы сказали шаг – домашняя страница. Оказалось, что если у клиента были заявки, то домашняя страница большая. Если у заявок не было, то домашняя страница маленькая, работает за разное время. Надо реально делить по именам шагов. И тут такой вопрос. Все эти самые смотреть? Все графики? Что с этим делать? Есть простой подход. У нас есть вот этот самый разброс, дисперсия, стандартное отклонение, что хотите. Берите, сортируете и смотрите графики. Там их куча, может быть, куча прям. Где разброс большой, там тест плохой. Мы с этого начинали. И на этой ноте я хотел бы перейти к выводам. Что нужно делать? Во-первых, строить облако, облако точек, и смотреть, насколько кучно оно легло. Во-вторых, используйте правильные инструменты для подачи нагрузки. Не надо подбирать задержки. Надо делать так, чтобы система вам гарантировала нужное количество операций в час, в секунду, что вы тестируете. Перемешивайте данные и не забывайте указывать уникальные ID запросов, которые вы отправляете на ваш сервер. Все. На этом я готов выслушать ваши вопросы. А еще есть шесть минут на вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, воспроизводимость – это хорошо. А вот какой длительности тесты вы можете воспроизводить? Тесты сколько длятся, которые вы можете воспроизвести? Сколько длятся тесты, которые мы можем воспроизвести? Зависит на самом деле от проекта. Есть проекты, которые тестируются 15-минутными тестами. То есть это что-то ближе к микросервисам, небольшим каким-то сценарием. Есть проекты, которые мы тестируем час. Это основное время, на котором мы тестируем. И есть случаи, когда мы эмулируем работу дня и недели. То есть день и неделя работы системы тоже бывают, и приходится это дело воспроизводить. Ну, смотрите, бывают сценарии, которые случаются раз в день. Там связь каких-нибудь двух больших систем. Она случается раз в день, но какое-то время. Да, или с разбросом. Поэтому не можете за час протестировать операцию, которая раз в день работает. Так вот, еще один вопрос вижу. Здравствуйте, Александр Рамблер. Я бы хотел уточнить, а вы когда-нибудь веб-сокеты в G-метрии использовали? Веб-сокеты в G-метрии нет, не использовали. Понятно, спасибо. Ну, тогда второй вопрос. Вы рассказывали, что у вас была нагрузка на 102 вместо сотни. В итоге-то как вы решили эту проблему? То есть экспоненциальное время вы включили, а какие вы тайминги подбирали и как это делали? Я не совсем понял. Так, значит, вопрос такой. Как подбирали времена, чтобы получилось ровно 100, а не 102? Да, совершенно верно. Ответ очень простой. Когда вы используете exponential-таймер, то он гарантирует, что у вас будет ровно 100. То есть он всегда так делает? Да, он всегда так делает. Вот смотрите, когда я рисовал график, как он выглядит, как выглядит расписание этого таймера. Процесс случайный, очень правильно замечено, что это непростая задача, сгенерировать расписание ровно 100. Вот такой вот. Если мы сделаем просто генератор на наши раз в минуту 10 штук, они могут закончиться за первые 5 секунд. Это реальная проблема. Поэтому что было сделано? Вот этот таймер, он генерирует нагрузку и смотрит, сколько получилось. Если получилось меньше, он говорит, блин, выкидываем, давай по новой. Если получилось больше, Миша, давай по новой. Если получилось сильно больше и так далее. То есть здесь какое-то время тратится. По практике, что у меня получается, что если точек нужно сгенерировать меньше, чем 100 тысяч, то можно их с хорошей погрешностью, меньше процента, сделать за миллисекунды. Итеративный генератор довольно быстро сходится. Он, конечно, кидает кости, ему не везет, он перестартует. Но вот эту часть полностью закрывает exponential timer. Окей, спасибо. Так, еще один вопрос. Очень интересно посмотреть на гитхабе, но пока я это не сделал, хочу вопрос задать, почему он еще в pull request, а не в мастере, если он такой клевый. То есть там какой-то процесс долгий, слияние или что? Почему это в pull request? Еще. Да, почему еще? Очень хороший вопрос. Значит, смотрите. Здесь ответ такой. У нас вот эта вся история, когда мы поняли, что нам это надо, когда мы это сделали, она прошла, я не помню, лет пять назад на самом деле. Тогда прошли по всяким g-метрам, g-метр-плагинсам, и народ не понял. То есть народ смотрел, говорит, а что вы хотите? Зачем вообще такие рандомно повторимые тесты? Мы сделали для себя и долго не выкладывали. Я так подумал, а почему бы нет? И вот pull request открыл буквально недавно. Поэтому там вопрос больше, как UI сделать, чтобы красиво было. То есть вопрос UI, да? Привет. Это я, это g-метр-плагинс, я здесь. То время назад, когда ты приходил с этим в g-метр-плагинс, когда я тебе сказал, что я сомневаюсь, что это очень массовый случай. В те времена еще не было плагин-менеджера. А вот сейчас ты уже можешь, если снова придешь, в плагин-менеджер ты можешь это встроить, потому что теперь нет необходимости мне хостить твой код. Ты можешь сам свой код контролировать. Я буду только дистрибуцией заниматься. Поэтому ждать приема pull request в g-метрии, но ты можешь попробовать дождаться его. Но существуют причины, почему по-прежнему плагины для g-метра независимы, потому что просто быстрее оборачиваются циклы релизов. Поэтому если ты захочешь снова вернуться к вопросу, что ты хочешь это как плагины, приходи, ну только приходи уже со своим репозиторием, который ты сам будешь поддерживать, а я буду дистрибьют твоего кода делать. И в этом смысле конфликт уже снялся, который был пять лет назад, как ты говоришь. Вот его уже сегодня нет. Все хорошо. Друзья, есть надежда. Врага надо взять в лицо. Смотрите, здесь ситуация довольно комичная, но она хорошая. То есть то, что появилась возможность плагина добавлять свои и ни у кого не ждать подтверждения, это замечательно. Но я не знаю, я коммитер, я могу сам закоммитить. У меня нет проблем с g-метром. Проблема на самом деле всегда, я поясню, проблема всегда в обратной совместимости. То есть если вы один раз делаете какой-то UI с какими-то параметрами, все, вам в ближайшие 5-10 лет придется это поддерживать. И это большая головная боль. Вот я не знаю, как их сделать. Внутри компании мы без проблем. То есть как-то переходим, объясняем новым людям, а потом добавлять новую фичу нам проще. Мы взяли у себя, все поправили, все хорошо. Выкладывать в общественный доступ немножко сложнее. Но, тем не менее, мы не занимаемся разработкой g-метра. Это не перспективное для нас направление. Мы его не продаем. Мы его используем. Поэтому всех приглашаю пользоваться. Инструмент рабочий. И 5 лет работать. Ни одного змеи не было у нас за последние сколько лет. Поэтому вылежалось. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ